Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, тематика нашего сообщения, она не предусматривает демонстрацию красочных картинок, но тем не менее актуальность этой проблемы остается. И, в общем-то, на сегодняшний момент проблема лечения больных с поражением лимфоузлов средостения является тематикой оживленной дискуссии на страницах научных изданий. Вам хорошо известно, что тактика лечения этих больных различна и сводится от полного отрицания хирургического метода при диагностике поражения лимфатических узлов средостения до применения комбинированных методов на предоперационном этапе в виде неодювантной химиотерапии и до активной хирургической тактики на первом этапе. Что же представляет собой значение индекса Н2? Вы посмотрите, как отличается по размерам, по стадиям заболевания. То есть поражение лимфоузлов средостения возможно при третьей стадии заболевания в зависимости от размеров первичной опухоли поражения бронха. Также к третьей стадии относится дополнительный узел в той же доле, инвазии в перекарт, грудную стенку, диафрагму. И поражение Н2 возможно при третьей Б стадии. Это дополнительный узел в другой доле на стороне поражения, инвазия в мышечную стенку пищевого, адвентицию, аорта, миокарт, позвонок и трахею. Здесь представлены компьютерные томограммы. Естественно, тактика при таких компьютерных томограммах у больных может быть совершенно иной. Когда имеется небольшая лимфоденопатия средостения, есть или нет метастаз, это можно сказать, малоинвазивное стадирование в виде медиастинскопии или трансбронхиальной пункции лимфатических узлов с возможной тактикой операции с адъювантной терапией. Это так называемое поражение одной зоны лимфатических узлов, явная бифрукационная область. В этом случае, в случае морфологической верификации, на первом этапе наиболее принята тактика с неадъювантной химиотерапией с последующей операцией в случае ответа на лечение. И так называемые балки дизиз, инфильтрация мистетического опухоли соседних структур, в этом случае чаще всего выбирают консервативное противоопухолевое лечение. Посмотрите, как существенно отличаются результаты пятилетней выживаемости у больных с поражением лимфоузлов средостения. Это еще раз говорит о том, фактически от 19 до 46%. Это говорит о том, что в структуре этой группы больных существует определенная неоднородность. Это совершенно разные в прогностическом плане подгруппы больных. И третья B стадия, то есть поражение средостенных лимфоузлов при индексе Т4. Тоже есть немногочисленные публикации, которые также существенно отличаются по показателям пятилетней выживаемости. Мы проанализировали результаты данной литературы по прогностической значимости и субклассификации различных индекса Н2. И что получилось? Посмотрите, что при поражении одной зоны лимфатических узлов средостения пятилетняя выживаемость в группе больных, которым было применено комбинированное лечение, практически в два раза выше по сравнению с группой больных, у которых было поражено несколько зон средостения. Это очень важно знать при выборе тактики лечения. Интересные данные были представлены на Кагире, который показал, что в целом безрецидивная выживаемость при метастазах в одной зоне лимфатических условий средостения составляет 40%, а уже при поражении нескольких зон средостения не превышает 20%. То есть тоже сохраняется практически двукратная разница в пятилетней выживаемости. Какие еще интересные данные были получены? Так, например, при отсутствии метастазов в наивысших лимфатических узлах средостения пятилетняя выживаемость составила более 50%. В то время как при наличии метастазов в наивысших средостенных лимфатических узлах пятилетняя выживаемость уже оказалась всего 34%. И также, что касается прыгающего метастазирования, скип-метастазис, при отсутствии метастазов, при наличии прыгающего варианта метастазирования пятилетняя выживаемость оказалась выше, чем при сохранении последовательного этапа метастазирования лимфатических узлов средостения. Какие еще предложения в литературе возникают по разграничению индекса Н2? Это также важным является прогностическим фактором, по мнению большинства авторов, наличие микроскопического или макроскопического поражения лимфоузлов средостения. Если в целом 5-летняя выживаемость при наличии метастаза в лимфоузлах средостения, по данным МИАЧа, составила 19%, то при микроскопическом поражении лимфоузлов, то есть наличие метастаза в преплановом орфологическом исследовании, без выхода за пределы капсулы узлов, составило 36%, а при макроскопическом поражении лимфоузлов средостения с выходом за пределы капсулы, ни один больной, по данным автора, не пережил 5-летнего срока наблюдения. И тоже, на наш взгляд, представляет интересные данные, которые приводит БАВЭ в своей работе 2012 года, где было показано в зависимости от поражения зон средостения, ближайшие к области поражения лимфатические узлы средостения, ближайшие к поражению доли, являются более благоприятным прогностическим фактором по сравнению с группой больных, у которых имеется поражение более дальних групп лимфатических узлов. Так, например, это можно привести на примере при локализации опухоли в нижней доле, если имеется поражение паразофагиальных или бифуркационных лимфатических узлов, то пятилетняя выживаемость будет существенная, выше по сравнению, если у этого же больного будут поражены паратрахиальные лимфатические узлы, то есть более дальняя следующая за бифуркацией зона метастазирования. Интересные данные также приводят в своей работе Мацунага, который показал, что общая пятилетняя выживаемость у больных с поражением лимфоузлов средостения составила, по их данным, около 30%, без рецидивной – 22%, а при поражении лимфоузлов верхнего средостения – 27,9% и лимфоузлов нижнего средостения – 11%, что является также бесспорным важным прогностическим фактором. И поэтому в своей работе авторы предложили подразделять поражение лимфатических узлов на Н2А, когда имеются метастазы в узлах средостения, ближайшие к пораженной доле, и Н2Б, то есть метастазы в лимфоузлах средостения, расположенных в дальней анатомической зоне. Еще раз на примере это касается локализации в нижних долях. И они получили при этом, при стратификации по группам, получили следующие данные, что при поражении ближайшей зоны лимфатических узлов средостения пятилетняя выживаемость составила 30%, в то время как при поражении дальних зон средостения ни один больной не пережил пятилетнего срока наблюдения. Мы получили в свое время, проанализировав довольно большую группу больных, сходные данные, как раз касающиеся данного фактора. Так, например, при раке верхних долей с метастазами в лимфоузлах только верхнего средостения пятилетняя выживаемость составила 45%, а при поражении и верхнего, и нижнего этажа средостения всего лишь 7,2%. Аналогичные данные были получены при опухоли нижних долей, только с меньшей статистически значимой разницей. При поражении только лимфоузлов нижнего средостения пятилетняя выживаемость составила 17,4%, а при поражении как нижнего, так и верхнего средостения всего 5,1%. Также была показана статистически важная разница в зависимости от зоны поражения средостенных лимфатических узлов. Это тоже наши данные, которые были недавно опубликованы в виде докторской диссертации старшего научного сотрудника Албанова Ксатина Ивановича. При поражении одной зоны средостенных лимфатических узлов пятилетняя выживаемость составила 26%, естественно, с учетом комбинированного лечения, и при поражении нескольких зон всего 14,5%. В том случае, если у больных были поражены все группы лимфатических узлов, то это оказалось самой неблагоприятной в прогностическом плане группой больных. Ни один больной не пережил пятилетнего срока наблюдения. Что на сегодняшнее время гласит нынешняя классификация ТНМ по характеру стадирования по индексу Н? По некоторым параку легкого индекс Н характеризует наличие или отсутствие поражения опухолью регионарных лимфатических узлов, будь то касается первого или второго регионарного барьера. По ряду локализаций по современной классификации значение категория Н зависит от числа пораженных лимфоузлов, а для ряда локализаций, в частности молочной железы, по поражению конкретно зон регионарных лимфатических узлов. Таким образом, суммируя данные литературы, можно выделить основные предложения, которые в настоящее время обсуждаются в литературе. И в общем-то эти предложения, они нашли отражение в последнем докладе Питера Голдстроа, который является почетным профессором Бромтонского госпиталя в Лондоне и является одновременно председателем комитета Международной ассоциации по изучению рака легкого по предложениям по рестадированию, по предложениям восьмой классификации ТНМ, которая будет, ожидается, будет принята в 2017 году. И в его последнем докладе, который он сделал в недавно прошедшем Европейском конгрессе, Европейской ассоциации таракальных хирургов в Лиссабоне, как раз она касалась прогностической значимости лимфатических узлов средостения. И основной доводом было то, что в настоящее время созрела необходимость подразделения, субклассификации больных с поражением лимфоузлов средостения, поскольку по прогностической значимости они совершенно разные. И вот можно суммировать кратко всю эту информацию в виде следующих предложений. В зависимости от уровня поражения лимфатических узлов предполагается подразделять поражение лимфатических узлов верхнего и нижнего средостения. В том случае, если будет иметься поражение всех зон средостения, то это будет выглядеть как индекс N2 вместе с подиндексами верхнего и нижнего средостения. Также предполагается подразделять зоны поражения на подразделения одной зоны, когда имеется поражение одной зоны и когда имеется мультипоражение, то есть лимфатических узлов в нескольких зонах средостения. Ну и третий момент, который не исключено, что найдет свое отражение в новой классификации рака легкого, это характер поражения лимфатических узлов, то есть от N2 микро, когда имеется микроскопически определяемый метастаз в лимфатическом узле средостения, и тотальное поражение лимфатического узла с полным замещением ткани с выходом за капсулу инфильтрации окружающей клетчатки. И Питер Гостро в своем докладе подчеркнул, что да, указанные предложения, они пока характер выносятся как бы на обсуждение, но учитывая громадный статистический материал, который обрабатывается этим комитетом, это более 70 тысяч наблюдений больных радикально оперированных по поводу рака легкого, вполне вероятно, что уже в восьмой классификации по системе ТНМ часть из этих предложений будет официально включена в стадирование по индексу N. Таким образом, в заключении мне хотелось бы сказать, что сама группа больных с наличием метастаза в лимфоузлах средостения является крайне неоднородной, существенно отличающейся по пятилетней выживаемости, и естественно, что требует своей подклассификации, что по всей видимости повлияет и на выбор лечебной тактики в отношении этой категории больных. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Скажите, какие вопросы будут у присутствующих коллег Валентиновичу? Да, Николай Федорович. Ну, это вопрос такой спорный, и в этой аудитории, конечно, обсуждается на протяжении многих лет. Думаю, что все-таки при выходе за пределы капсулы лимфоузлов вряд ли наносят лечебный характер, потому что, к сожалению, у этой категории больных прогноз определяется чаще всего не местным рецидивированием, а отдаленным метастазом. То есть на момент операции большинство из них уже имеют скрытые отдаленные метастазы, которые реализуются в ближайшие два года после оперативного вмешательства. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Первый задал вопрос доктор. Спасибо большое. Нет, мы рестадирование проводим, то есть не рестадирование, а стадирование проводим. То есть морфологически стараемся верифицировать лимфатические узлы средостей, либо менять синоскопически, либо путем бронхиальной или транспищеводной пункции. Рестадирование после проведения неодювантной химиотерапии не проводим. Спасибо. То есть повторными действия синоскопии не выполняем? Вы ответили на вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...